Зачем чиновникам сдавать экзамен по творчеству Салтыкова Щедрина? На открытии нового здания музея Салтыкова Щедрина в селе Спасугол, в самом дальнем северном углу Подмосковья, кто-то остроумно предложил чиновникам сдавать ЮГЭ по творчеству писателя. Чтобы знали, что не говорил он про Россию, пьют и воруют. Это фейк. К 200-летию классиков Спасугли обещают возродить его родовую вотчину. Она сгорела 100 лет назад. Музей делил жилплощадь с действующей церквью, и еще советские власти обещали восстановить господский дом, есть распоряжение Совмина РСФСР и решение исполкома Мособлосовета. Но, как говаривал Михаил Евграфович, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Так оказалось, что у автора истории одного города, единственного из русских классиков первого ряда, нет музея-усадьбы. Задача ее восстановления, если замахиваться на проект уровня Михайловского или Спасского-Лутовиного, для бюджета Талдомского округа неподъемная. Нужна федеральная помощь. Но местные чиновники, как бы ни недолюбливал их племя Салтыков-Щедрин, в эту сторону настроены очень амбициозно. Во всяком случае, новое авангардное здание, куда в этом году переехала экспозиция из церкви, уже само по себе арт-объект, выполненный по самым передовым технологиям. Стеклянный куб с графическим портретом писателя по фасаду и прозрачной задней стеной, за которой заросший сад, вполне современное решение. Полы с обогревом, подсветка, а кругом глушь, деревни и газа в домах нет. Прав писатель, власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления. Правила города глупого из романа Салтыкова-Щедрина. Но молодой глава Талдомского округа Владислав Юдин, который смог раскрутить спонсоров на этот удивительный проект, частно-государственное партнерство, и планирует открыть здесь историко-культурный центр русской провинции, каких нет в стране, не боится сравнения с щедринскими градоначальниками и их умопомрачительными идеями и действиями. Он вообще человек необычный. К примеру, долгие годы вел свою передачу об экологии на очень оппозиционном радио. Рассказывает, что посты на мусорную тему собирали по 150 тысяч посещений в день. Теперь вот чиновник. Местные говорят, что мусора кругом стало заметно меньше. И такое, оказывается, бывает. «Газ скоро будет», — сказал как отрезал. «Нужно 14 километров протянуть, это очень большая работа. По нормативам масса Блгаза должно быть 100 прописанных жителей, чтобы подвести ветку к деревне. В Спасугле — меньше. Но музей и усадьба помогут нам решить эту социальную проблему». Салтыков Щедрин — здешний гений места. Он поможет поменять весь облик района. Из заброшенного и не окошенного сделать его вполне европейским. Глава уверен, что Салтыков Щедрин — здешний гений места. Через привлекательное культурное пространство он поможет поменять весь облик округа. Из заброшенного и не окошенного сделать его вполне европейским. Привлекательным для путешествий Увеличить туристический поток в разы Юдин не прожектор Экспозицию в храме посещало 15 тысяч человек в год А музей Куб принял столько же, но меньше чем за полгода Его трудно не заметить А мимо идут туристические автобусы в Колизин Около полутора миллионов человек в год смотрят теперь на огромного салтыкова щедрина на прозрачной стене Отечество с его превосходительством не путаю Строго говорит он мне у себя в кабинете Я местный, приземленный человек Когда пруд в усадьбе Сергея Клычкова Еще одна культурная достопримечательность округа Чистили, сам в него нырял, сидел там по горло в грязи Мусор вытаскивал Закрыта была усадьба, а теперь открыта Так же будет со спас углом Все нужно делать поэтапно Пространство Куба по моде столичных выставочных центров поделено на две части На первом этаже студии для мастер-классов и художественных выставок Второй занят музеем Мечтаем, чтобы дом салтыковых был восстановлен и туда перенесли экспозицию Директор музея Анна Комлева рассказывает о своих сокровищах Среди подлинных экспонатов есть вещи, принадлежавшие писателю и его родным Например, кресло Михаила Или трубка отца Или уникальный герб салтыковых на пожелтевшей вощенной бумаге Так везет не любому мемориальному музею Есть книги писателя, изданные при жизни Рукописи и фотографии Письма Целый комплекс церковной утвари Когда-то переданы музею местными жителями Полна крестьянской одежды и посуды Удивительные вещи можно вычитать из календарей месяц и словов В которых родители будущего классика делали важные для хозяйства заметки на память Например, что в саду на самом севере нынешней Московской области Где климат почти как в Карелии В 1845 году собрали больше тысячи абрикосов Басинский Быть великой писательской женой – это редкий дар И главное Есть в запасниках масса документов, планов, описаний, даже фото По которым можно с точностью до последнего кирпича восстановить господский дом и его окружение С липовыми аллеями, каскадом прудов и святым источником Так, как было при Салтыкове щедрине Анна, как будто когда-то здесь жила Может показать даже то, в какой комнате родился Миша Салтыков На макете, разумеется, где располагалась домашняя часовня А где стояла прекрасная рояль, как говорили в 19 веке В новом музее Кубе есть кафе с прозрачными столами и стульями Там планируют проводить конференции, а то и вручать международные писательские премии О помощи в учреждении такой Естественно, имени Салтыкова Щедрина, глава Талдомского округа собирается просить в правительстве РФ Предварительно согласовав с Союзом писателей Конечно Сейчас мы пьем там чай с вареньем по рецепту матери писателя и пирогами Про них у Салтыкова тоже есть Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать Остро, если не сказать, зло У нас территория сложная, здесь крупных предприятий нет, отвечает писатель и чиновник Мы находимся, как в аппендиксе на задворках региона, и бюджет наш самый дотационный в области Но, несмотря на это, мы презентуем такой глобальный проект Я для себя это делаю Будут приезжать туристы, на вручение премии, уважаемые люди Это же такой драйв для развития округа Молчу, сколько перед этим было работы Раз 30 собирались с бизнесменами, решали, где будут проходить теплосети Как должны быть установлены стеклопакеты, как портрет Салтыкова Щедрина покрасить, чтобы он не выгорел на солнце И потом, чтобы оживить территорию, нужно людям работу дать А мы посчитали, когда построим гостиничный комплекс и конюшню Восстановиму усадьбу, появится 60 рабочих мест А каким чиновником был сам Салтыков Щедрин, спрашиваю у Анны Комлевой Идеальным, оберегает она честь генеральского мундира любимого писателя Царь, прочитав его губернские очерки, где писатель смеялся над бюрократами Предложил назначить его вице-губернатором Рязани А было тогда Михаилу Евграфовичу всего 32 года Позже он занимал эту должность и в Твери Впрочем, такого же мнения описать Леетверской жандармский подполковник Который в секретной бумаге оставил портрет образцового чиновника Салтыкова Щедрина Сведущ, деятелен, бескорыстен, требователен относительно сотрудников Взыскателен относительно подчиненных В общем, никаких распилов бюджета, откатов и взяток за писателем не числится Таких дельных и подробных чиновничьих отчетов, говорят сотрудники музея Такого родения по службе русская литература еще не знала Но как аккуратный службист совмещал в себе способности, говоря по-современному Злого блогера-публициста, способного на такие правические шедевры Как чего-то хотелось, не то Конституции, не то Севрюжины с хреном В музее Салтыкова Щедрина только пожимают плечами Впрочем, это удивляло и его современников Культура-литература филиалы РГ столица ЦФО Московская область РГФОТО Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова